Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Ирины Чекунова. А в гостях у меня Ольга Добрякова, заведующая сектором Тверского отделения Банка России. Ольга Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вновь сегодня говорим о мошенничестве, потому что по данным полиции таких преступлений, к сожалению, не становится меньше. Наоборот, зафиксирован рост. И помимо бесконтактного способа мошенничества, о которых мы постоянно говорим, это телефонные звонки, всевозможные, существуют так называемые контактные способы. Я знаю, что контактным способом это даже может быть не мошенничество, это считается кражей. Относится, когда люди ходят по квартирам непонятные. А потом, что называется, рояль из дома пропадает. И стараются либо предоставлять ненужные какие-то услуги, либо он садтехник, либо представители газовой службы. И оно чаще всего один отвлекает, а другой берет то, что спрятано. Что, о каких способах вы хотите сегодня рассказать, на что надо обратить внимание жителям региона? Действительно, как уже вы сказали, существуют бесконтактные способы мошенничества и, скажем так, контактные. Я бы сегодня хотела рассказать коротко о основных видах субъектов нелегальной деятельности, которые, к сожалению, существуют и осуществляют свою деятельность на территории Тверской области. К ним в первую очередь можно отнести так называемые псевдоломбарды, либо лжелоломбарды. Как мы часто называем, это субъекты с признаками нелегальной деятельности. Что это подразумевается? Это те организации, которые не состоят в соответствующем реестре Банка России, но при этом осуществляют деятельность по выдачу займов под залог движимого имущества. Как правильно делают это завуалированное? Допустим, заключают договор хранения той или иной вещи, которой вы даете залог, с какими-то определенными платежами. При этом надо всегда помнить, что легальный ломбард, прежде чем обратиться в любую финансовую организацию, необходимо проверить на сайте Банка России. Там вводится название, либо ННН, либо ГРНН, и вся информация о этой организации сразу у вас появляется на экране. Если вы обращаетесь в легальный ломбард, то всегда вам ломбард предоставит договор займа, потребительского займа и залоговый билет. При обращении в, скажем так, нелегальный ломбард, да, псевдоломбард, либо договор хранения у вас будет, либо просто вообще никаких документов не будет, какая-нибудь квитанция о том, что они взяли ваши вещи. А зачем тогда люди обращаются? Что вы получили выгоду свою? Ну, конечно, конечно, может быть, процент будет меньше, и потом просто, может быть, люди не разбираются, идут, как говорится, в близлежащую точку, где принимают, просто чем рискуют? Зачастую вот работа таких нелегальных субъектов, они нарушают права потребителей, и потенциально потребители рискуют, скажем так, потерять свое заложенное имущество, либо получить, наоборот, по завышенным процентам тот же займ. К другим, скажем так, видам можно отнести и псевдолизинговую деятельность, когда под залог ПТС человек получает займ. При этом вообще ломбарды имеют право дошлить такую деятельность, а, скажем так, псевдолизинговые компании, они чем отличаются? То есть здесь идет оформление не через, как бы, займ, да, то есть получается прозрачная сделка, да, они заключают два договора. Первый договор купли-продажи, причем по цене, значительно ниже транспортное средство оценивается с обратным выкупом, и при этом эта сделка не регистрируется в ГАИ. И параллельно договор финансовой аренды, которые, ну, скажем так, как раз тут платеж, ваша плата за те деньги. По сути, с договором купли-продажи, это как бы, вот вам дали займ, почему вот не соотносится цена за этот автомобиль, да, с той суммой, которую человек получил на руки. Вот, и действительно риски достаточно большие возникают у потенциального потребителя. То есть здесь тоже человек рискует не получить обратную сторону? Ну, либо получить, либо, ну, скажем так, конечно, всегда, когда человек, вы потом не сможете оспорить потом это все, вот, и потом вообще сделка, как это, купли-продажи без регистрации в ГАИ, то есть это тоже есть ряд таких подводных камней. Ну, вот то, что вы сейчас вот сказали, вот эти два вида, они характерны для нашего, то есть, по-моему? Вот, псевдоломбарды, да, в прошлом году выявлено Банком России 8, им организации, имеющие признаки нелегальной деятельности и меломбардной деятельности, по ним Банк России направил материалы в правоохранительные органы, и эти организации попали в предупредительный список, так называемый, который Банк России публикует на своем сайте. И поэтому, прежде чем обращаетесь в финансовую организацию, не лишним не просто ее легальность проверят, но еще и в этом предупредительном списке, потому что специально это сделается для того, чтобы людей предупредить, то есть, в отношении данных организаций, правоохранительных органов идет проверочное мероприятие, ведется работа. И еще есть вот следующее тоже достаточно часто встречающийся, распространенный вид мошенничества, псевдоброкеры. Как правило, они маскируются под учебные центры. Это когда предлагают, как правило, молодым людям получить пассивный доход, поиграть на бирже. Сначала учат людей играть на бирже, зарабатывать такие деньги. И действительно рисуют графики красивые, картинки. И, как правило, когда человек сначала небольшие деньги вкладывает, он все выигрывает. А потом, когда, допустим, у него денег нет, он берет займы, либо берет кредит и вкладывается якобы, давайте вот уже будем теперь на бирже. Человек все проигрывает. Ну, увы, тебе не повезло. Ты рискнул, тебе не повезло. Здесь тоже хочу обратить внимание на то, что брокеры, это тоже разновидность некридных финансовых организаций, поэтому брокерская деятельность относится к ней. И она лицензируемая. И наличие лицензии, соответствующего разрешения, можно проверить на сайте Банка России. Их, на самом деле, не так много. И предлагаем вообще, это целая наука. Люди годами учатся, чтобы играть на бирже. На спорта недель, да? Да, да. Тут, как бы, это тоже, там тоже есть свои нюансы подводные камни, поэтому здесь люди, как бы, нужно понимать молодым людям, что, ну, бесплатный сыр только в мишеловке. Здесь всегда мошенники играют на человеческих слабостях. Желание легкой наживы, легких денег. Если бесконтактно, они, наоборот, запугивают потенциальную жертву, давят психологически. Здесь тоже есть, имеет место психологическое давление, но игра идет на, скажем так, на желание чем-то подлестить человеку, наоборот, дать возможность вот быстро заработать, скажем так, хорошие деньги, особо там не вкладывая с него что. Поэтому всегда надо помнить, что бесплатный сыр только в мишеловке. И прежде чем обращаться куда-то, лучше проверить организацию и задать себе критический вопрос. Если человек вдруг понимает, ну, вот он понял, он на связи вот на такой вот, с мошенниками, с лже-представителями этих организаций, о которых вы говорили, какое-то время общался, и вдруг он понимает, что-то не так, но он уже что-то вложил. Когда здесь можно остановиться? Что делать дальше? Ну, остановиться можно всегда, на самом деле. Во-первых, попытаться изначально, если вы, ну, если мы идем не про займа, а про вложения, да, средств, то в первую очередь, конечно, нужно написать претензию организации, попытаться вернуть эти деньги, свои вложенные, ну, это если мы говорим про финансовые пирамиды. Не факт, конечно, что вы их получите, но тем не менее попытаться надо. И если вам эти денежные средства не вернули, вообще проигнорировали ваш запрос, то тогда необходимо собирать все документы, которые вы уже успели оформить, все квитанции, договоры и обращаться в суд, потому что все остальное, к сожалению, вы будете решать в судебном порядке. Если легальная организация нарушает ваши права по каким-то там причинам, тогда вы можете обратиться в Банк России. Если же эта организация нелегальная, это, как бы, скажем так, вне правового поля Банк России, это здесь только судебное какое-то решение, да, как бы в судебном порядке взыскиваете будете денежные средства, либо, ну, и, точнее, параллельные обращения в полицию о том, что вы были, скажем так, введены в заблуждение, обмануты телеменными мошенниками. Но, к сожалению, вот такие случаи имеют место быть, и когда уже заявление подано, и, скажем так, вы собрали все эти документы, скажем так, вернуть обратно денежные средства гораздо получится сложнее, и, может быть, и вообще не получится. Поэтому лучше предупредить, и на стадии принятия решения, всегда, во-первых, не принимать это решение, если мы говорим о вложении, да и о займе тоже, как бы, это в части с кем заключать какие-то юридические документы, всегда задавать себе критический вопрос, правильно я поступаю. Посоветоваться можно с родственниками, с близкими, знакомыми, какое-то третье лицо, которое может вас как-то сориентировать, и, может быть, какое-то зерно сомнения вас посеять, и тогда вы уже, скажем так, ну, лишний раз подумаете, и уже по-другому отнесетесь к данному решению. — Тут, наверное, не лишним будет и такой вот финансовый ликбез, да, среди этих той же самой молодежи проводить, да, как не стать и объяснять то, что вот мы сейчас объясняем нашим телезрителям, то же самое, наверное, ходите и по вузам, и по школам, и рассказываете. — Да, конечно, большая работа ведется Банком России совместно с правоохранительными органами в части финансового просвещения, и, скажем так, предупредительным мерам, направленным как раз и на такой спектр нашего населения, как вот молодежь, потому что, как вот только что говорил представитель из МВД, часто привлекаются они именно так называемые дроперы, плюс вот эти организации, псевдоброкеры тоже используют молодежь как бы, как бы, именно, даже не просто контактные, в интернете тоже эти площадки обучающие существуют, и молодежь сейчас действительно очень много пользуется интернет-проектами для того, чтобы заработать деньги или там куда-то что-то вложиться, где-то поиграть на бирже, поэтому действительно работа большая ведется, но, к сожалению, человеческую суть и, скажем так, та игра на инстинктах, которые используют мошенники, они не новые, просто оболочка меняется, а, скажем так, все принципы, они, все механизмы, они стары как мир, поэтому в данном случае молодым людям тоже необходимо и родителям обращать внимание детей на вот эти виды, новые виды мошенничества, скажем так, формы их, этих мошенничества, дабы предупредить и не допустить какого-то ущерба, в том числе для них и для своей семьи тоже. Спасибо вам огромное за совет. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Ольга Добрякова, заведующая сектором Тверского отделения Банка России. И я присоединяюсь и вновь повторяю, уважаемые друзья, будьте бдительны, берегите себя. Всего доброго, до свидания. До свидания.